Следующий спикер и следующий человек, которому я хочу дать слово, это наши уважаемые учёные, это кандидат исторических наук Аминат Хасановна Курмансиитова. Аминат Хасановна, здравствуйте, Аман Сазба. Я приветствую всех участников «Круглого стола». Аминат Хасановна, я хотел вам задать такой вопрос. Вот мы услышали от Ахмеда Аминовича о таком слове и о таком термине, как «ногайла». Очень много спекуляций и очень много споров вокруг именно этого термина. Вот мы задаём вам вопрос как эксперту, как кандидату исторических наук, к учёному. Этноним «ногайла» — это историческая действительность или миф? Помогите нам, пожалуйста, разобраться в этом вопросе. Спасибо. Уважаемые участники «Круглого стола», я специально подготовила для вас сообщение, которое посвящено как раз-таки этнониму «ногай» и «ногайла». Это историческая действительность или миф? И я последние две недели опять-таки вернулась первоисточником, взяла опять, просмотрела работы фундаментальные научные труды наших ведущих историков, ногаеведов, которые занимаются историей ногайского народа. И вот что я получила в результате вот такого анализа большого массива источников и историографии. Я бы хотела сейчас вам сделать небольшой этот видеоряд, с вашего позволения. Вот у меня в руках, посмотрите, пожалуйста, видите? В руках у меня книга Даниила Сидахметовича Кадриязова «Нагайцев в известиях». Он охватывает, значит, работы с XV по XVIII века включительно. И здесь абсолютно всё, что он собрал, конечно, кроме этого тоже есть ещё источники, но это очень большой массив источников. Он написал статью для ведения и дал всё, что эти авторы написали о Нагайцах. Вот книга вышла, это, так скажем, в таком году, в 99-м году. Я ещё раз прочитала эти источники и могу сказать, что ни население Золотой Орды, ни население Нагайской Орды эти авторы не называют словом «нугайла». Они так не обозначают. В связи с исторической действительностью, как мы и привыкли видеть на карте Золотоордынского периода, а после распада Золотой Орды там всё показано. А что касается Нагайцев, все эти русские и западноевропейские и восточные авторы населения Нагайской Орды называют «нугай». И потом, конечно, кроме этого, большой массив аргивных документов, значительный корпус историографии проанализировали и использовали ведущие ногайские ногаеведы. Вот, допустим, вот такой Ахцаха, как Качакаев. Видите, да, его книгу? «Нагайско-русские отношения в 15-18 веках». Надо сказать, что Биарслан Качакаев проанализировал очень большой круг источников как архивных документов и историографии и издал эту книгу в 1988 году в Алма-Ате в издательстве «наука» Академии наук Казахской ССР. Он здесь же также не употребляет термина «нугайлэ», у него совсем нет, а использует термин «нугайлэ» и ссылается при этом на большое количество источников. То есть книга написана на большой доказательной базе. Мой рассказ будет неполным, если я не покажу. Сейчас вам книгу Данила Асидахметовича Кадрниязова. Вот она, книга. «Нагайцы в 15-18 веках» называется книга. Она также написана на исторических источниках, архивах. Всё население Нагайской Орды Данила Асидахметовича обозначает термином «нугайлэ», а термина «нугайлэ» у него тоже нет. Но для нашей Нагайской общественности самый значимый авторитет – это Вадим Винцерович Трипалов. Вот его книга «История Нагайской Орды». Она трижды уже издана. Вот трижды издана. Вадим Винцерович Трипалов также использовал в своей работе значительный корпус документов, историографических источников, опубликованных источников, большую и чрезмерно различную историографию. И у него тоже в лексике нигде не используется этот термин «нугайлэ». Население Нагайской Орды называется «нугай». А «золотой Орды» тоже, вот я просмотрела работы по золотой ордынскому периоду авторов, тоже население «золотой Орды», как и положено, расписано по УЛУСам, и термина «нугайлэ» специалисты-историки в области Золотой Орды этот термин также не используют. Конечно, я обратилась к творчеству Чокана Валиханова. Вот она книга. Вот Чокан Валиханов. И тоже посмотрела, а что же он пишет. Специально для участников нашей конференции я составила конспект его изречений о нагайцах на нескольких страничках, распечатала его. Кто такой, во-первых, Чокан Валиханов? Давайте вспомним. Это выпускник Симпийского кадетского корпуса, который закончил его в 1853 году. К сожалению, он прожил недолгую жизнь. Но после окончания этого кадетского корпуса, Сибирского кадетского корпуса в 1853 году, он получил чин младшего офицера. К сожалению, Маргулан не указывает, какой у него чин был. И в 1855 году в качестве офицера по особым поручениям Гасфорта участвовал в экспедиционной поездке по Семипалатинской области. В то время это была западно-сибирская губерния. И, кроме того, в последующие годы Валиханов принимал участие в путешествиях по Семипалатинской области, Семиречу, Киргизии, Восточному Туркестану и Западно-Китайской империи. В пути он писал дневники, заметки, делал какие-то наброски. Ну и в результате я эту работу уже неоднократно читала. Она у меня в личной библиотеке, эта книга есть. И он с удивлением обнаружил для себя, что многие кочевники бывшей Центральной Азии называют своими предками Нагаев. Всё древнее причисляют Нагаев. И все считают, что Нагаи являются их своими предками. И вот здесь и появляется вот тот термин, который так будоражил нашу Нагаевскую общественность. Вот что он пишет на странице 235. Старики говорят, что Нагаев было общее название кочевых татар для отличия от полуоседлых. Нагаев, Их называли Ногай. Вот тут определить, конечно, и вся его книга написана вот в таком духе, когда термины, понятия, народы, родоплеменные названия, всё это было смешано. Определить очень сложно. Таким образом, термин Ногайлы, первым делом у нас Чакан Вариханов. Но введя такой значит термин, дальше он в одном месте Нагай называет, в другом случае татары называют Нагайцы, в третьем случае опять Ногайлы называют и притом отмечает значит на странице 240 самый замечательный исторический джиркиргизский это Ивге, тот самый Идье Эдику Идье Тахтамыша значит самый монап феодал и темник который развил вид автоприворсли и управлял ордой безотчетно при четырех ханов Урак Иркокча Иркасай герои других эпических поэм также из времени первого Нагайского народа И вот тоже для меня открытие откуда появился первый Нагайский народ у Валиханова А где ж тогда вторые и третьи Но дальше он продолжает Но джиры их замечательные только по любопытному описанию племенных волнений ханских битв батырских набегов смутную Тахтамышевскую эпоху ордынскую Вот здесь Валиханову совсем невдомек что в этих исторических песнях описываются события происходившие в Нагайской орде в Манлицком юрте главные герои это Эдге и потомки Эдге известные в истории Евразии личности Вот таким образом мы когда читаем то что он пишет о казахах также вызывает много вопросов у читателя потому что он вот здесь в своей работе называет самих казахов то киргизами то кайсаками то казаками и короче говоря определить где эти каменные киргизы он подчеркивает что вот настоящих киргизов а где же находятся а как же называются современные Нагай эти казахи тоже очень сложно таким образом вот работу Чакана Вальханова его творческое наследие конечно нужно очень критически оценивать ну а что же произошло дальше если до 60-х годов тюркологические центры находились в Москве и в Ленинграде начиная с 60-х годов уже тюркологические центры перемещаются в регионы в Узбекистан Татарстан Казахстан Казахстан и так далее и уже ученые этих регионов начинают заниматься инсинуацией и фальсификацией истории Нагайцев присваивая богатый Нагайский эпос поэзию старонагайских поэтов и исторические события из жизни Нагайской Орлы и в активный такой научный оборот казахские исследователи вводят этот термин во второй половине значит 20-го века и так ли это безобидно что они используют этот термин Нагайлы и под этим видом все Нагайские исторические песни и творчество старонагайских поэтов называют казахскими последствия очень тяжелые и сложные для Нагайской науки но чтобы быть неголословным вот у меня в руках книга Нагайский героический эпос она у вас тоже там на полке сзади вас стоит вот эта книга Шима Секалиева вот эту книгу Нагайский героический эпос Ашим Секалиев написал в 70-х годах но защитить ее он как диссертацию не смог потому что войдя в науку в 70-е годы Ашим Секалиев очень смело заявил в тюркологии советской что Нагайцы являются значит непосредственными значит наследниками памятников эпохи Нагайской Орды и что эти памятники описывают непосредственно страницы из жизни Нагайцев и у него были уже выступления на всесоюзных конференциях в Ташкенте в Казахстане в Москве и значит и он значит встретил большое сопротивление от тюркологов братских народов и ему наши братские народы в лице таких известных тюркологов заявили Ашиму Секалиеву что он в своей работе должен убрать слово Нагайский и указать что исторические Егистаны Эдге Ногаймкарбатар там Айсаднула Аруамед Шураватар и другие являются общетюркскими иначе он не пройдет защиту любой спецсовет в центре тюркологических центров которых членами являлись татары узбеки казахи проголосуют против рецензенты черную рецензию он тоже не пройдет и вот эта книга Ашима Секалиева вышла только в 90-х годах Ашим Секалиев не пошел на подлох он он ради диплома не поступил за принципами а наоборот мужественно отстаивал это принадлежит нагайцам это все нагайское и защитил он диссертацию лишь в начале 2000-х годов когда уже распался СССР когда давление со стороны тюркологов братских народов Российской Федерации ослабло и появилось много спецсоветов для альтернативы можно было защититься поэтому вот я показала один лишь пример не буду на этом сосредотачиваться но хочу сказать что слово ногайлы имеет свои последствия и будет иметь последствия до тех пор пока мы сами нагайцы работающие как наняли науки в различных отраслях ее так и творческая интеллигенция и вся общественность не усвоит одну прописную истину спекуляция тюркологами что памятники фольклора и староногайской поэзии относятся к эпохе Золотой Орды несостоятельно потому что Золотая Орда развалилась на ряд независимых государств в конце 14 начале 15 века а вот этот всемирно известный эпос Эдге в котором воспевают основателя нагайской государственности знаменитого Эдге он появился уже в 15 веках усовершенствовался нагайскими певцами и поэтами еще последующие века это достояние нагайской культуры которое было сложено нагайскими поэтами и певцами и это является достоянием нагайского народа и только мы нагайцы являемся наследниками полноправных этих неоднократно уже перечисляла вот это точно так же как и достоянием нашим достоянием является творчество наших старонагайских поэтов 15 16 17 веков безусловно таких поэтов как и так далее и поэтому вот это переписывание нагайской культуры на свой манер турковыми конечно беспокоит нагайцев но мы не можем сегодня однозначно говорить что все казахские татарские ученые занимаются фальсификацией нагайской истории среди них много объективных вот исследователей и представителей науки и творческой интеллигенции вот мне любезно один пример в свое время скинул наш Рамин вот я зачитаю его вот об эпосе нова и известный казахский философ и политолог Шахсал Сабитов пишет можно сказать что эпос сорок батыров Крыма попал казахам через кубанских нагайцев салтанаульцев которые бежали к ним среди казахов он немного видоизменялся поменялась роль алау соответствительно положительную и так далее изначально эпос сложился в малой нагайской орде вот здесь я при анализе вот этого большого массива документов обратила внимание на те факторы которые способствовали популяризации нагайского фольклора среди братских тюркских народов с вашего позволения я хочу вас с ними познакомить на мой взгляд один из важных факторов наших мужественных батыров соседние ханы приглашали для участия в война своими врагами это было привычным явлением когда нагайские батыры шли защищать родственные народы и конечно батыры нагайские участвовали не только в сражениях были и привалы и небольшие перерывы и они исполняли нагайские героические песни вот этот один момент который был второй момент мы не должны забывать что нагайцы были мусульманами а в исламском мире всегда ценилась рукописная книга это была целая традиция и целые школы которые занимались переписыванием рукописей соответственно и в нагайской орде были свои школы переписчиков они переписывали Коран отдельные ее части сказания о пророках и другую литературу религиозного содержания но среди этих рукописей очень много было рукописей кол-язва нагайских регистанов и поэтических сборников широко распространявшихся не только среди нагайского населения но и соседних тюркских народов вот об этом многие из нас читали работы Востоковедова Османова Фалева и других которые отмечают что они собирали среди нагайцев рукописи и выявили что там очень много сборников с фольклорными текстами частных коллекций значит третий фактор это династийные братья когда княжны с собой брали свои библиотеки выходя замуж они попадали в ханские значит коллекции кроме того невесту сопровождала стража которая на праздниках и свадьбах пела ханы из соседних государств приглашали нагайских пешевосов певцов сказителей и так далее вот и после вхождения нагайцев в юрисдикцию России многие нагайцы были вынуждены бежать и вместе с ними попадали ногайские рукописи татарам казахам колпакам и другим и конечно значительную роль сыграла печатная книга в первую очередь книга значит Мухаммеда Османова вот факторы которые способствовали широкому распространению нагайского фольклорного наследия и произведения старонагайских поэтов и так мы должны сказать что термин Ногайла придуман был значит Чаканом Валихановым чье творческое наследие надо оценивать очень критически это не изречение из Корана как и другие источники тоже всегда надо критически значит рассматривать нагай ученым и творческой интеллигенции при написании истории Ногайской Орды в выступлениях устных письменных мы должны всегда особо подчеркивать что все фольклорные памятники они принадлежат созданы были в эпоху Ногайской Орды и мы нагайцы их наследники спасибо Аминат Хасановна очень содержательный и очень полезный доклад